Обработано всё с плёнкой, как положено. И огнезащитная обработка пошла, да? Обязательно, обязательно. Мы получаем протокол испытаний официально от органов Кошнадзора, не просто так. В образовательных учреждениях ремонтным работам всегда уделяется большое внимание. Средства выделяют как шефы, так и городской бюджет. На решение давней проблемы 44-й гимназии муниципалитет выделил 5 миллионов рублей. Мы отремонтировали за эти деньги две кровли и над детским садом начальной школы, и над гимназией. Что хочу сказать. Сложилась, конечно, экономия по результатам торгов. На эту экономию мы ещё сделали дополнительные мероприятия по сохранению фасада и отмостки. Ремонтные работы производила организация «Сочистрой». За два месяца рабочие с нуля перекрыли крыши двух корпусов 44-й гимназии. Это 3800 квадратных метров. Сейчас доделывают карнизы. Погода будет давать, будет быстро делать. Из-за погоды. Образовательным учреждениям на улицах Макаренко и Вишнёвая уже не страшен ни дождь, ни снег. Кстати, первое испытание новая кровля успешно перенесла. Бытовые проблемы решены. Чистые потолки, тепло и уютно. Новая кровля стала новогодним подарком для учеников, педагогов и родителей. На протяжении нескольких лет мы собирали денежные средства для того, чтобы как-то помочь школе в ремонте. Но, конечно, это, можно сказать, мелкая капля в море вот этих всех проблем, которые нас здесь ждали. Но, на самом деле, без администрации, без управления по образованию мы бы не справились. Хозяйственные проблемы, когда решены, скажем, и учебная деятельность проходит совсем по-другому. Наши учителя могут заниматься спокойно детьми, а не думать о том, что там где-то будет что-то течь. Теперь все ручьи стекают куда надо – по водостокам. А воспитанники гимназии готовятся к встрече Нового года. Подтверждение тому развернувшаяся в холле школы выставка ёлок, рисунков и других новогодних поделок. Новогоднее сегодня настроение.